На территории учебной части по подготовке спецназа в этот день могут находиться не только военные. На митинг в честь Дня защитника Отечества пригласили школьников, воспитанников военно-патриотических клубов. Здесь обучают бойцов спецподразделений со всей страны. Ну и работу с детьми офицеры считают важной. Проводим уроки мужества, на различные праздники проводим то же самое, выставку оружия, показательные выступления спецназа проводим. Стараемся активно участвовать в жизни города, в торжественных мероприятиях. Отличившимся вручили награды, передали поздравления от коллег из других регионов России. Несколько раз в году на мемориал воинской славы приходят тысячи сочинцев. День защитника Отечества один из них. И здесь немало детей и подростков. В городе Сочи действительно, особенно в последнее время, военно-патриотическому воспитанию молодежи уделяется огромное внимание. Мы готовим настоящих защитников Отечества. Мы видим, с каким трепетом наши дети, наша молодежь стоят на вахте памяти у наших мемориалов. Солдатам и офицерам Великой Отечественной войны, которые покоятся на этом мемориале, отданы воинские почести и тысячи цветов от жителей Сочи. Дельфин особого назначения, так можно сказать, о главном экспонате выставки в Ривьерском дельфинарии. Использовать этих животных в военных действиях, а также морских львов, было предложено еще больше ста лет назад, например, для поиска морских мин. Дельфин подплывал с помощью эхолокатора, который находится у него в голове за костями черепа. Дельфин просвечивал пространство перед собой и по возвращающемуся звуку, у него в мозгу формировалась картинка, он понимал, где находится мина. Он подплывал к этой мине и сбрасывал с носа специальный колпак. Как правило, это был колпак желтого цвета и на спине у него крепился буй. Когда колпак сбрасывался, буй всплывал и наши минеры-саперы видели, что здесь находятся мины. Кроме того, дельфины не раз доказали, что могут быть прекрасными спасателями. Выставка открыта ко дню защитника отечества, но работать она будет несколько недель.